Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Осенью 2005 года началась история, развязка которой придется на следующий год. Мы уже говорили, что одну из наиболее крупных и одиозных криминальных группировок в Кыргызстане много лет возглавлял Респек Акмадбаев. На малой родине Респека Акмадбаева многие до сих пор воспринимают его как благородного разбойника, защитника слабых. Но те, с кем у него пересекались интересы, запомнили Респека совершенно другим. Достаточно сказать. Проковую для себя поездку в колонию, где отбывал срок вор в законе Азиз Батукаев. Батукаев Какой-то переговор провести. Зам. начальника колонии говорит, я знаю их сотовые телефоны. Я говорю, ну молодец, давай звони. Он звонит. Я говорю, ну что, не берут, а не знают мой телефон. Я говорю, красиво, ничего не скажешь. Я говорю, давайте с другого телефона. И один из моих помощников звонит по другому телефону. Значит, вот так, вот так. Премьер Месса хотел переговорить. Хотел зайти. Говорит, пускай заходят. О дальнейших событиях того дня есть две версии. Первая принадлежит, естественно, самому Кулу. Мне сказали, там будет Азиз Батукаев. А я его никогда не видел. Но я о нем слышал. Заходим, несколько ребят. Ну я смотрю, он сразу выделился. Подходит. Салам алейкум, алейкум салам. Он говорит, присаживайтесь. Ну, сели там в стол. Наливая чай. Как-то все это. Ну, два гладка сделала. Говорю, ну хорошо. А теперь, говорю, да, конкретно по делу. Говорю, ранины есть, спрашиваю, да? Говорю, нет. А что такое? Все убиты. Я вот как сидел, да, у меня вот так вот. Такое напряжение, я хотел выматериться. Потом, я говорю, себя еле-еле сдержал. Говорю, вы понимаете, что вы наделали? На них вот так. Теперь, говорю, будем действовать по закону. И мне тогда этот Азиз Батукаев говорит, да, только по закону. Я говорю, первый, кто стрелял? Вот, говорит, показывает пальцем. Там татарин парень, говорит, молодой. Вот двадцатка стрелял. А почему двадцатка? Ему 20 лет дали, у него кличка «Двадцатка». Погоняло, как они говорят. Вот он стрелял. Я говорю, ты стрелял? Я стрелял. Хорошо. Ты будешь арестован. Раньше всех мы с Сталиновым поехали туда. Мы, так как я раньше работал в системе ИТК, я знал, да, в таких случаях, как действовать. Мы взяли снайперов. Мы взяли собак. Мы взяли скорую медицинскую помощь. Пригласили. Мы за двадцатку могли очистить ИТК, полностью. К сожалению, туда приехал Фелик Шершенбайович Хулов. Он залез туда. И он до темноты сидел там. Разговаривал с Азизом Батухаевым. И спецоперацию мы сделали через месяц. Что это? Это государственный подход. Это дружба. Дружба между Азизом Батухаевым и нашим премьер-министром. Я свидетель. Я Фелик Шершенбайовичу прямо в лицо скажу. Он пришел. Мы просили, Фелик Шершенбайович, вы туда не ходите. Завтра разные будут толкования. Он залез. Не послушался. Залез туда. Пошел поговорил. Я не понимаю, если они с ним не контактировали. Зачем он туда залез? Акматбаев заподозрил Кулова в сговоре с Батукаевым. Ну, потом, ему, видимо, так я понял, уже стали говорить, что я якобы организовал убийство с помощью Азиза Батукаев. Ну, это уже, знаете, такое, как сказать, грязные слухи. Пошли им надо было на кого-то перевезти все это, то, что трагедию. Решили на меня перевезти. И раньше я сидел на зоне, там, где были все эти вот блатные и так далее. Многих я знал. Азиза, он в другой колонии находился, понятия не имел. Но все это ко мне приписали. Значит, и его отца даже уговорили, что я в этом повинен, что я оружие передавал. Там еще всякие глупости стали говорить. Ну, в общем, одним словом, столько там наговорили на меня гадости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Исполняющим обязанности президента. Уже пошло сращивание с криминалом. И за год мы увидели, что за неполный год увидели, что он пришел полностью, занял ту нишу, которая была при... Не ниша даже, а те места, которые занимала та власть. И более изощренной форме, более масштабно. Можно сказать, то, что произошло через несколько месяцев после Тюльпановой революции, превзошло все опасения. Приведем лишь один пример. В 2006 году завершилась рейдерская операция по отъему части активов у семьи погибшего депутата Жиргалбека Сурабалдеева. Крупный предприниматель и депутат владел, в частности, автомобильным рынком Кудайберген и авторынком Военно-Антонов. Он был расстрелян меньше, чем через три месяца после мартовских событий прямо в центре Бишкека неизвестными киллерами. Вместо того, чтобы оставить в покое убитую горем семью, представители власти поступили совершенно иначе. Дочери расстрелянного депутата не дали даже справить по отцу поминки. Прилетела стая проверяющих и в открытую потребовала деньги для нового президента. Эльвира Сурабалдеева пошла на прием к Курманбеку Бакееву. Я молодая, я вообще человек очень прямолинейный, открытый. И открыто ему заявила, что там такая ситуация была. Пришли от его имени и стали говорить, что нужно отметиться. То есть новая власть и все, кто в крупном бизнесе, большом, должны заплатить определенную дань. И называлась сумма, не совру, 9 миллионов. Ну, не сумма, естественно. Бакиев в ответ разыграл целый спектакль. Когда я ему это сказала, он настолько был возмущен. Он взял телефон, начал звонить. И когда он позвонил этим людям, у меня там и фамилии, имена, и должности, да. Он позвонил этим людям и начал спрашивать. Сначала он в республиканскую налоговую позвонил. Вот у вас идет проверка на Кудайбергене, на рынке Кудайберген. Тот человек отвечает, нет, мы вообще не были никогда на рынке, да. И тут он буквально вот перенеселся, он рассердился очень сильно, да. И он заявил. Передо мной стоит дочь убитого Сурабалдеева. И она заявляет, что на рынке сейчас идет проверка. Говорит, что вы мне враньем здесь занимаетесь, да. Чего вы здесь вообще вытворяете. Сурабалдеева ушла у спокойной, а через две недели ей позвонили. Ее ищет Макс. В деловом мире уже знали, что собой представляет президентский сынок. И у Сурабалдеевой не было никакого желания с ним встречаться. Я помню, что я по телефону сказала, что уже очень поздно, я еду домой. Ну, я устала после работы. И вот мой путь тогда стоял по Белинке. Я заехала в магазин, и по Белинке вверх поднималась. Я в сторону своего дома на Горького завернула налево. И там меня остановили гаишники. И подъехали две машины, два джипа без номеров. Подъехали, вышли. Ну, это было видно, что вышли представители силовых органов. Скорее всего, представители СНБ, ДКНБ в то время. И меня попросили пересесть в их машину. Там рядом с ботаническим садом на Горького, Белинске, у них был офис. Он снимал трехэтажный особняк. Приемный у Макса она с удивлением заметила ждавшего аудиенции представителя Всемирного банка. Потом состоялся ее разговор с сыном президента. Ну, такое, конечно, не забудешь. Вроде бы 10 лет прошло, но я до сих пор помню вот этот цинизм. Он очень много говорил о том, что вот он... Но надо отметить, человек он культурный, воспитанный, вел себя сдержанно. То, что лично он мне сказал, что... Мне до сих пор, я когда это вспоминаю, как какие-то вот такие эмоции не очень хорошие, да, вот у меня аж вот эти все... Я вам не сказала буквально следующее. Это не женский бизнес, большой бизнес. Ты мужской бизнес, ты этим управлять не сможешь. И... Но так как мы потратились на все эти вот революционные процессы, у меня сейчас денег нет, и я могу предложить тебе миллион. Я вот настолько была... Вот это было настолько сказано с такой вот иронией, цинизмом, миллион сомов, да. У нас большой бизнес. Я же понимаю, я знаю цены, я знаю, что мой отец собирал все это вот с самого основания. Объекты стоили миллионы долларов. Тогда Эльвира заявила, что по закону может вступить в права наследования только через полгода. Так что предмета для разговора просто нет. Президентский отпрыск сразу поскучнел, но обещал вернуться к этой теме. В результате мартовской революции к власти пришло довольно разнородное сообщество политиков, которых объединяло одно. Неприятие Акаевского режима. Когда он пал, между ними началась конкуренция и выяснение отношений. При этом все средства были хороши. 6 сентября депутат Джигар Кукинеш Амурбек Тикибаев прилетел авиарейсом в Польшу в составе делегаций для участия в Международном экономическом форуме. Он и знать не знал, что накануне, по приказу Джаныша Бакеева, тогда еще заместителя начальника ГСМБ, прямо в аэропорту Манас в его багаж подложили необычный сувенир. Деревянную матрешку, набитую героином. Тикибаев был задержан поляками, нашедшими наркотик на три дня. Из моего чемодана вытащили больше, чем вот эта бутылка, синюю потрескавшуюся матрешку. Я очень удивился. Не могли определить, что там внутри. Наконец установили, что там героин, и меня задержали. 600 грамм порошка против малярии, чтобы было больше объема. И туда добавили немного героина. Судья потом сказал, что я четыре раза был депутатом, один раз спикером, и потом привез смесь героина с другим порошком в Варшаву. Это нелогично. И он добавил, что если бы я отдал наркомафии Польше этот порошок, они бы застрелили меня за обман. А чтобы отделить героин от другого порошка, должна быть специальная лаборатория в Польше. Выйдет где-то 200-300 грамм героина. И если на дискотеках Польши его продавать, то заработаете всего около 2000 долларов. Впоследствии на судебном процессе по делу о событиях 7 апреля были установлены имена сотрудников Службы безопасности аэропорта, которые это сделали. Они во всем признались и были амнистированы. Осень оппозиционное движение за реформой понимает, что страна движется в неправильном направлении. Начинается бессрочный митинг против Бакиева и Кулова. Их оппоненты требуют, чтобы в Кыргызстане была четко определена основа политической системы. То есть добиваются новой конституции. И Курманбек Бакиев пошел им навстречу. В то время выдвигалась идея возвращения первой конституции образца 93-го года. На это Курманбек Салиич не решился. В итоге в Джагар-Кукинеш внесен проект новой конституции, который парламент одобрил. Правда, как выяснилось, уже через несколько месяцев этот вариант основного закона просуществует недолго. А в декабре уходит в отставку кабинет Феликса Кулова. Как говорит этот политический ветеран, матерый участник аппаратной баталии, его попросту обвели вокруг пальца. Принята, значит, новая конституция под давлением из ВНИДа. И согласно этой конституции получалось так, что следующие новые выборы, если вдруг будет парламент, они должны идти по партийным спискам. И поэтому этот парламент как бы сидел до новых выборов, а там уже новые выборы только так могли быть. Вот новое правительство могли только так избирать, только партийный парламент. Поэтому мне говорят, что вы вечный пример, пока никто вас не сможет убрать. Если вас убирать, то надо новые выборы проводить. Ну, здесь как-то меня вызывал Бакиев и сказал, вы знаете, этот парламент, в самом деле, он такой, ну, как бы, непрогрессивный, надо что-то сделать. Вот если вы уйдете в отставку, тогда мы вынуждены будем новый парламент избирать и так далее. И все меня стали уговаривать. Я сказал, вы знаете что, ну, раз речь идет о том, чтобы по партийным спискам надо новые движения вперед, ну, давайте заявим об отставке. Подумайте сами. Все министры согласились, вот, видимо, с ними тоже работали. И в итоге, я сказал, ну, раз большинство решает, я тоже вынужден большинству подчиниться. А Калбек Джапаров категорически был против, сказал, обманут нас. Но так оно и получилось, он оказался прав. Потом, когда вот это решение было принято, и тогда депутаты собрались и пришли к Бакиеву, уговорили. Давайте мы сейчас Конституцию поменяем. Вас сохраним и нас сохраним. А правительство выбросит. Владимир Ю Huhu. Кто ребенок бывает. Кто ребенок бывает. Кто ребенок? Продолжение следует...